Здравствуйте, эфир Финам.ФМ, программа «Парадокс» с Игорем Виттарем. Это Игорь Виттель. А гости у меня сегодня по телефону, и поэтому сразу же я... Во-первых, тема, 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 тема. У нас сегодня следующая критика Алексеем Кудриным «Единой России». Ну, вообще, как вы понимаете, будем говорить о том, что в последнее время на «Единую Россию» участились нападки. Уже часть высокопоставленных функционеров «Единой России» начала покидать партию. С чем бы это было связано? Что бы это значило? На связи со мной по телефону Михаил Ремезов, президент Института национальной стратегии. Здравствуйте, Михаил. Да, здравствуйте. Здравствуйте. Михаил, ну вот начнем, конечно, с Кудрина. Вот мне интересно, почему Кудрин, который, в общем-то, хоть и был в свое время отправлен в отставку Медведевым, но остается человеком власти и в последнее время все активнее муссируется тема о том, что Алексей Леонид чуть ли не нас не премьер-министром станет в ближайшее время, обрушивается с критикой на такое родовое гнездо власти на «Единую Россию». А дело в том, что «Единая Россия» с точки зрения людей власти, по крайней мере, многих из них, это второй черт. То есть есть настоящая знать, люди, которые, ну, это вот те первые сорции, которые принимают решения, которые есть, там, миллиарды долларов, в лучшем случае рублей, Кудрин, безусловно, принадлежал к их числу. А есть люди, которые вынуждены, не принимая этих решений, нести за это политическую ответственность и работать таким вот непопулярным лицом всей этой системы, всей этой машины. Это «Единая Россия». Вот их ставят, значит, пожалуйста, значит, все шишки должны бросаться туда. Вот. И это, ну, в общем, такая изощренная форма конформизма, вообще говоря, со стороны этих людей, ругать «Единую Россию». Ну, скажите, пожалуйста. Не задевая основ системы, которую она обслуживает. То есть вы считаете, что критика Кудрина никаких основ системы не задевает? И не только Кудрина, в последнее время только ленивый не пинает «Единую Россию». Да, совершенно верно. А можно ли... Еще раз говорю, это изощренная форма конформизма. Можно ли сказать, что Алексей Навальный, который дал «Единой России», в общем-то, уже устоявшийся за ней тэк, скажем так, тоже не задевает, критикуя «Единую Россию», основ самой власти? Абсолютно верно. Безусловно. Ну, просто справедливо, это надо сказать, что Алексей Навальный и главу государства, значит, не жалеет. Но, в принципе, «Единая Россия», как бы, в какой-то момент действительно стала таким дежурным пугалом. Критика в адрес «Единой России» стала приемлемой и допустимой для самых статусных сил. Поэтому это не сегодня ситуация возникла. А может ли случиться так сейчас, что, на ваш взгляд, что сейчас партию «Единая Россия» просто сольют в том виде, в котором она есть? На ее месте возникнет, наверное, несколько образований, новообразований. И так и будет выглядеть новая политическая сцена России, а партию просто сольют вместе и, таким образом, канализируют недовольство. Сначала канализируют, а потом сольют. Простите меня за сантехнические аналогии. Ну, в общем, это возможно, да. Просто пока этого не происходит. Пока происходит довольно парадоксальная ситуация, когда, с одной стороны, элиты уже начинают тоненьким ручейком как-то пытаться убегать из «Единой России» или, по крайней мере, отстраивать даже те, кто в ней состояли. Ну, вынеси за скобки. А элиты – это кто в данном конкретном случае? Ну, допустим, простой пример. Предпочитают идти самовыдвиженцами. Губернаторы и депутаты. Тогда, когда есть такая возможность. С одной стороны. Но, с другой стороны, другого электорального инструмента, вот базового, у власти пока нет. И она остается главным инструментом власти по проведению выборов, в конце концов, по контролю нас с парламентом. Другого инструмента пока нет. И возникает ситуация, конечно, очень беусмысленная. Она неабильная, в какой-то степени. Скажите, а вот то, что Чесноков покинул «Единую Россию» совсем недавно, и там он опровергает слухи, но, тем не менее, уже пошли некие слухи, что он собирается создать партию с названием что-то типа «Гражданская инициатива». То есть, одновременно выходит один из высокопоставленных функционеров «Единой России» из партии. Он же, возможно, создает новую партию, тем самым растворяет политическое поле. Он же работает с полером у Прохорова, насколько я понимаю. Да. То есть, я правильно... В принципе, сейчас было бы рациональной ставкой достаточно рациональной для власти отказаться вообще от концепции монолитной партии власти, от этого монолита, куда все чиновничество должно каким-то образом интегрироваться, если оно хочет выглядеть лояльным, и работать с пулом политических организаций, находящихся в разных планах политического сферка. Потому что все они в той или иной степени лояльны к Ренду. В общем-то, это то, что было до формирования «Единой России» в таком большом виде, в таком укрупненном виде. То есть, вернемся к ельцинской схеме партийного строительства. Я бы сказал не ельцинской, а раннепутинской. Раннепутинской. Скажите, пожалуйста, а в связи с этим, какие точки силы вы видите в «Единой России», то есть, кто может из нее выйти и возглавить собственное объединение? Насколько я понимаю, власть не просто должна вернуться к этой схеме, но и возглавить этот путь, да? То есть, соответственно, не пустить его на самотек, либо договориться с какими-то мелкими партиями, либо создать свои, либо сделать и то, и другое. Ну, вы знаете, мне как раз-то пока не кажется, что это уже происходит. Мне не кажется. То есть, другое дело, что времени, на самом деле, для того, чтобы выстроить партийную конфигурацию до выборов, совсем немного, да? И приходить к выборам с нынешней партией конфигурации было бы опрометчиво по меньшей мере, потому что, в общем-то, и нынешняя системная оппозиция, и партия власти, конечно, они смотрятся довольно бледно. Вот. Но мне не кажется, что это происходит пока. Это может произойти, но пока я не вижу признаков того собежания. Но вы сами только что сказали, что вот похоже на то, что Чесноков так и будет поступать. Ну, вы знаете, я в данном случае допускаю, что он играет, то есть, попытаясь упорядать события. А уход Суркова не укладывается в ту же схему? Нет. Уход Суркова, мне кажется, взгляну в какой-то другой цепи. То есть, самой цепи, которую, да, теперь нельзя называть в эфире, насколько я понимаю. Нет-нет, просто прямой связи с Единой Россией я не вижу. Здесь, скорее, проблема отношений администрации президента и правительства. А видите ли вы некую связь с тем, что, например, партии НДП отказали в регистрации? А партия НДП национально-демократической партии? Да. Я пока не знал, что был именно официальный отказ в регистрации? Да, на сайте уже есть причины. Я разговаривал с лидерами партии. Они в частной беседе говорят, что им пока не объяснили, в чем дело, но на сайте отказ в регистрации уже висит. Это крайне прискорбно, потому что, на самом деле, один из дефектов нашего партийно-политического полиса в том, что там отсутствуют цивилизованные националисты. Русский аналог национального фронта, который существует во Франции, такие же партии, со мной, и в других европейских странах. Они являются нишевыми партиями, которые отрабатывают, озвучивают определенную повестку. Нам необходима для качественного представительства аналогичная партия. То, что НДП, безусловно, способна была выражать эти идеи в цивилизованной форме, в политической форме, да, и, конечно, крайне прискорбно, что это произошло. Почему это произошло? Мне кажется, вы знаете, потому что дуракратия ловит сигналы. В свое время Путин в послании сказал, что националистов не место в политическом поле. Вот, даже вроде бы как он имел в виду больше этнических сепаратистов, только ответ, что послание подмечал. Но на всякий случай решили всех напустить. Да, на всякий случай собирались свадьбу, потом похороны, потом решили совместить, на всякий случай. И то, и другое. Скажите, пожалуйста, не кажется ли вам, что как раз вот, исходя из той концепции, которую мы с вами обсуждаем, может, зачистили НДП, ну, пока мы не можем делать однозначных выводов, да, скорее всего, что это так, а для того, чтобы, наоборот, со стороны партии власти возникла партия цивилизованных националистов, ну, например, под управлением Вечным Дмитрия Олеговича Рогозина? Вы знаете, для этого не было необходимости защищать НДП. Почему? Отчасти отрабатывается одна и та же тематика. Это не конкурент, это несопоставимая весовая категория. С какой стороны несопоставимая? Ну, с той стороны, что Рогозин полиция... Я думаю, что сильно похудевший Константин Анатольевич Крылов действительно сейчас весит меньше Дмитрия Олеговича Рогозина. Ну, да, как минимум. То есть вы не считаете, что это проделки власти, это скорее бюрократия ловит сигналы? Нет, я просто не считаю, что это часть какой-то хитроумной комбинации поворачивания альтернативного национализма. Это часть, ну, той схемы, которую я заметил, что почему-то считается, что тем людям, которые в какой-то степени ассоциироваются националистической повестке, не место в политическом поле. Ну, значит, эта повестка будет бурлить на улицах и других местах, а не в Сарламе. А есть ли, на ваш взгляд, некая возможность, что сейчас партстроительством займется Алексей Кудвин? Он сказал, что нет, и я ему верю. Ну, просто потому, что его шансы, как публичного политика, крайне сомнительны. Почему? Ну, когда партия может быть усилена кем-то, потом может быть брошен административный ресурс? Ну, вот именно. То есть он мог бы рассчитывать на что-то с ситуацией режима, максимального режима благоприятствования этой стороны власти. Ну, вот, по-моему, власть ему сейчас и устраивает режим благоприятствования. Едва ли не из каждого утюга каждый день слышится, что это наш новый премьер. Скорее, как эксперту и такому экономическому гуру, беру в кавычки эти слова, чем как публичному политику. То есть это все-таки разные амплуа. Вы, кстати, вначале говорили о том, что не затрагивает критика основ власти, но мы видим, там тот же Навальный критикует как Путина, так и Единую Россию, но при этом не трогает Медведева. Почему? Если можно коротко. Ну, не знаю, его он тоже трогает вообще-то. Если посмотреть, то он тоже говорил и не обидные слова. В данном случае мне кажется это существенным. Спасибо. Напомню, Михаил Ремезов, президент Института национальной стратегии, был у нас на связи. Вернемся после выпуска новостей. Ну что ж, возвращаемся в студию. Это «Парадокс» с Игорем Виттелем. На связи с нами политолог Павел Светенков. Напоминаю, что мы обсуждаем критику Кудрином Единой России и вообще последние новости партстроительства. Павел, здравствуйте. Добрый день. Вопрос первый. Как вам кажется, чем вызвана критика Кудрином Единой России? Мне кажется, что все-таки Кудрин продолжает претендовать на пост премьер-министра. Кудрин – это часть кампании по убеждению элит и президента Путина в частности, в том, что Кудрин достоин занять эту позицию. А для этого он позиционирует себя как специалиста по экономическим вопросам, который может преодолеть главную экономическую проблему, которая сейчас есть – резкое замедление роста. И поэтому он выступает как критик Единой России, потому что он не может критиковать напрямую, например, Дмитрия Медведева, который является лидером Единой России, не забудем об этом. А какое отношение Единой России имеет к экономической политике? Вот тут я не совсем понимаю. И потом, я думаю, что ясно даже человеку, не посвященному в экономику, я думаю, что если я сейчас выйду из студии и споришу любого прохожего, ясно, что как раз Кудрин является творцом-архитектором той системы, при которой дальнейший экономический рост России будет невозможным, потому что никакие реальные инвестиции в экономику не пойдут. Ну, совершенно справедливо, что Кудрин действительно несет всю полноту ответственности за ситуацию в экономике, потому что то, что у нас в экономике происходит, это плод его многолетней политики, потому что он не только 10 лет был министром финансов, но длительное время был еще до этого первым замом министра финансов в ранге министра. Но думаю, что критика Единой России – это просто завуалированная критика Медведева, потому что все забыли, что Дмитрий Медведев вообще-то является членом Единой России и председателем нашей партии власти. Почему забыли? Все об этом прекрасно помнят. Ну, Медведев все-таки руководит Единой Россией от случая к случаю и очень редко появляется на экранах телевизоров в качестве именно председателя партии, то есть он все-таки позиционирует себя как глава правительства. И в данном случае Кудрин, видимо, чтобы не нарушать бюрократический этикет, он не хочет вступать в лобовое столкновение с Медведевым, но хочет его покритиковать. Поэтому критикуется партия, которая сейчас на личном уровне с Медведевым акселирована. А как вы вообще оцениваете шансы Кудрина на то, чтобы стать премьером? Ну, вы знаете, я думаю, что шансы достаточно высокие, но при этом Путин, скорее всего, будет тянуть до последнего, потому что ему очень выгоден тот раскол среди наших верхушечных либералов, который в настоящее время имеет место быть. То есть личный конфликт между Медведевым и Кудриным, он не дает либералам сделать ставку на единого лидера, поскольку лидеров несколько, есть еще Прохоров, кроме вышеупомянутых. И пока вот эта вот крупная элитная группировка относительно слаба, относительно расколота, у Путина развязаны руки для маневра. То есть если Путин назначает сильного либерала на пост председателя правительства, то он неизбежно будет под давлением со стороны этой группировки, и при благоприятном течении обстоятельств она даже может попытаться у него власть отнять. Поэтому сейчас я думаю, что, хотя видно, что Дмитрий Медведев все-таки даже сам позиционирует себя как слабый председатель правительства, отсюда бесконечное посвящение в почетные орлята, и сегодняшнее заявление, что он разрешает себя называть Димоном. Но все-таки видно, что Путин будет с отставкой Медведева тянуть до последнего, потому что ему выгоден слабый председатель правительства, и выгоден раскол среди либералов. А если вот посмотреть на последние новости, скажем так, парт строительства, вот я тут предположил в беседе с предыдущим оратором, скажем так, с Михаилом Ремезовым, что, на мой взгляд, Единую Россию сливают, поэтому из нее сейчас выходят такие достаточно знаковые фигуры, которые вполне возможно займутся новым парт строительства, ну, в частности, последние новости об Алексею Чеснокове. Ну, честно говоря, парт строительства пока находятся в ситуации неопределенности, то есть у меня нет впечатления, что будут сливать Единую Россию, во всяком случае, на данный момент, потому что это будет означать, что слишком много преданных кадров придется выбросить на помойку. Ну, почему выбросить на помойку? Просто как бы реконфигурировать Единую Россию в несколько партий, не сливать ее целиком, но будет просто понятно, что вот мы с Михаилом в этом сошлись, что если в текущей конфигурации партия подойдет к выборам, то, в общем, тут уже может и никакой чуруш не помочь. Ну, смотрите, на самом деле у нас по новому законодательству половина депутатов Государственной Думы избирается по одномандатным округам, а это означает, что они могут идти от Народного фронта. В свое время, по-моему, уже год назад, когда были выборы в Москве, распространялись такие брошюрки, когда кандидаты, будто бы независимые, использовали символику Народного фронта, но не утверждали, что они члены Народного фронта, и, в общем, агитировали за все хорошее против всего плохое. В дальнейшем они все оказались единороссами. То есть партия может вполне честно пойти на выборы, поскольку у нее все-таки есть определенное количество избирателей, набрать свои 30%, при этом по одномандатным округам сторонникам партии власти, ну, может быть, не единой России, как партии власти, а Народного фронта, как партии власти, натянут, скажем так, 90% мандатов. И если к этому добавить еще, допустим, голоса, мандаты союзных Народного фронта партии, типа «Справедливая Россия», то может получиться вполне комфортное большинство. То есть власти могут быть заинтересованы в том, чтобы не слить Единую Россию, а в том, чтобы дать ей честно проиграть, набрать там свои 30 или 35% голосов, но за счет одномандатников получить большинство, и при том, в отличие от нынешней ситуации, большинство легитимное в Государственной Думе. Поэтому, мне кажется, что под вопросом слив Единой России. А как вы оцениваете новости с другого, скажем так, фронта партстроительства, например, от указа регистрации Национально-демократической партии? Ну, я думаю, это крайне негативный сигнал, и он свидетельствует, в общем, о том, что реальные партийные игроки на нашем политическом рынке все-таки немногочисленны. То есть власть зарегистрировала множество мелких партий, и, в общем-то, логика эта совершенно понятна, потому что все эти мелкие партии, если они будут участвовать в выборах, они будут... Пятипроцентный барьер, скорее всего, не пройдут. А согласно законодательству, те голоса, которые достались партиям, не прошедшим, пятипроцентный барьер, они переходят к партиям, этот барьер прошедшим. То есть к все той же Единой России. И поэтому выгодно, когда много мелких партий, и когда 50% голосов, допустим, избирателей... То есть власть защищает те партии, которые могли бы, на ваш взгляд, пройти 5-процентный барьер и действительно иметь какую-то серьезную электоральную поддержку? Да, совершенно справедливо. То есть таких проектов могло бы быть несколько. Но и явно проект такой, грубо говоря, условно-националистической партии или партии анти-мигрантской, он бы мог сейчас выстрелить и быть популярным. И власти пока это блокируют. А вам не кажется, что вот есть возможность такая, что на самом деле власть опять попытается возразить собственные провластные проекты, связанные с, как вы выразились, анти-мигрантской направленностью, например, под управлением Дмитрия Олеговича Рогозина или еще кого-то близких к власти людей, тем самым отыграв голоса, которые могли достаться НДП либо для любой другой националистической партии, умеренных националистов? Я думаю, что это вполне возможно, но они боятся просто самого поднятия темы, они очень нервно на это реагируют. Поэтому вполне может оказаться так, что Дмитрия Рогозина попросят вступить в тот же самый народный фронт. А так, да, теоретически, возможность такой националистической или патриотической провластной партии существует, но мы знаем, что только один был случай, когда такая партия прошла в Государственную Думу, это была партия «Родина» во главе с Рогозиным и Глазиевым, и ее потом очень быстро растащили на кусочки. Ну вот я как раз и говорю о возрождении проекта «Аля Родина». То есть я думаю, что теоретически такой проект вполне возможен, но на практике все будет зависеть от того, от решения, которые принимаются на личном уровне, то есть захотят ли наши правители иметь дело с подобной партией. Спасибо, напомню, с нами на связи был политолог Павел Светенков, у нас в студии появился гость, я приветствую Анну Луневу, замгенерального директора Центра политической информации. Здравствуйте, Анна. Добрый день. Спасибо, что наконец добрались до нашей студии. Итак, возвращаемся к Алексею Кудрину, его критике «Единая Россия», вам слово. Ну, вообще, достаточно любопытная такая ситуация складывается, когда две стороны одной медали, как мне кажется, пытаются свалить друг на друга вину, да, то есть в воздухе запахло немножко жареным, и особенно если мы учтем, что Минэкономразвитие... Тут, наверное, три или четыре, если посчитать, потому что «Единая Россия» в данном случае, это критика «Единая Россия», это не критика Путина, и впрямую это не критика Медведева, значит, есть как минимум четыре стороны медали «Единая Россия», «Путин», «Медведев» и «Кудрин». Ну, я имею в виду, столкнулись в данном случае. Да, они не столкнулись, значит, борьба на наиских мальчиков. Ну, весьма любопытно. Понимаете, вот все крутится вокруг этого замечательного слова «ответственность». То есть вот сейчас господин Кудрин попытался, с моей точки зрения, сделать следующее, сказать, что у нас все было классно, у нас все было совершенно замечательно. Когда? Вопрос когда? Когда он был в правительстве, когда он был одним из столпов этого правительства. А сейчас вот прошло определенное количество времени, сейчас ухудшается ситуация в экономике, и внезапно оказывается, что на самом деле он не имеет к этому вообще никакого отношения. Ну, вот мы и говорили, пока вы добирались до студии, о том, что я говорил о том, что Кудрин творец и архитектор этой системы экономической, поэтому как бы смешно обрушиваться сейчас на Медведева с критикой, говоря о том, что Медведев в замедлении темпов экономического роста. Особенно если учитывать, что сейчас срабатывают факторы, которые закладывались не два года назад, а тем самым Кудриным и его единомышленниками. Поэтому это очень лукавая позиция. Это, с моей точки, игра на имидж. Попытка для себя создать определенный базис, то есть признание за рубежом, то есть освободиться от какой-то вот такой негативной вот этой составляющей, от своей вины в этом, найти кого-то крайнего. А он самостоятельно это делает, простите, перебью, или это все-таки с подачи того же Путина? Потому что нужно на Западе показать, вот у нас есть статусный либерал такой, в кавычках, мы сейчас одного отыгравшего а-ля либерала, который нравился отчасти Западу как альтернатива Путину, то есть Дмитрия Медведева уберем, а вместо него, ну, поставим... То есть как бы и внутри страны, и наружу даются вполне определенные сигналы, да? Я думаю, что это не самостоятельная игра, потому что, ну, вы знаете... Ну, вот об этом после выпуска новостей, если не возражаете, они в самостоятельной игре буквально через минуту. Ну, что ж, возвращаемся в студию. Напоминаю, это Игорь Виталий, парадокс с Игорем Виталем. В гостях у меня Анна Лунева, замгендиректора Центра политической информации, Анна. И так, не самостоятельная игра Алексея Кудрина на этом поле. Ну, вот, то есть, понимаете, вот у меня такое ощущение сейчас, что Кудрина пытаются сделать таким, ну, не то чтобы альтер-эго Путину, да, но очень высвободилось место такого, знаете, полусистемного критика, когда Иларионов ушел, и ушел достаточно жестко, и сейчас как бы вот перешел вообще как-то в стан на позиции, да? Мне кажется, он перешел вообще на обратную сторону Луны уже. А здесь вот это не такой опасный проект, да, то есть, ну, вот, понимаете, вот те шаги, которые обе стороны предпринимают. А вот выход Кудрина там на Сахарова, на Болот, ну, это было его самостоятельное решение, или это вот власть так тестировала? Ну, тем более не жалко было, вдруг порвут, да? Порвут, так порвут, значит, потестировали. Они порвали, значит, можно дальше. Ну, вы знаете, перефразируя известное высказывание, не можешь побороть оппозицию возглафии. Да, вот, ну, здесь вот очень любопытна была попытка, конечно. Ну, это, вы знаете, то же самое, что при всем моем уважении к интеллектуальным способностям Ксении Собчак, вот, делать из нее оппозиционерку, вот, ну, это как-то вот, на мой взгляд, за гранью добра и зла. Ну, вот то же самое, и с Кудрина абсолютно такой же оппозиционер. Ну, власть, судя по-другому, потестировала, так пальцами в воду попробовала. Ну, вот попробовали раскрутить, да? Ну, то есть, была такая должность умный еврей при царе, теперь, видимо, должность такой альтер-эго при Путине. Попробовали на нее Медведева, выяснилось, что, в общем... Не тянет совершенно. Ну, понимаете, реакция народа, причем на всех уровнях, по-моему, была ахаха, перестань, что ты делаешь, да? И продолжается. Ну, просто для меня лично обидно, когда премьер-министр и бывшего президента великой страны называют Димон. Я думаю, что не стоило до этого доводить. Когда он еще в интервью говорит, а я не возражаю, чтобы меня Димоном называли. Или ходят с этой лентой Орленок-Орленок, взлети выше солнца. Ну, в общем, конечно, хватит уже смеяться. Кудрин все-таки помассивнее фигура будет. Ну, да. Ну, вы знаете, вот у Медведя, конечно, у меня такое ощущение, что он так и не смог преодолеть свое преподавательское прошлое. То есть, есть преподаватели такие закостенелые, а есть преподаватели, которые используют совершенно другую модель взаимоотношений с своими студентами. Ну, не то чтобы на равных, но такой очень дружеский диалог. Вот у меня такое ощущение, что он не изжил себе эту модель. Кудрин у нас тоже нынче зам декана, по-моему, факультета политологии или свободных искусств, я не помню уже чего, где-то в Санкт-Петербурге. Просто официальная его должность была. Ну, я очень сильно сомневаюсь, чтобы он использовал такую модель дружеского общения со студентами. По крайней мере, он всегда будет где-то выше. И я очень сильно сомневаюсь, что тот же Кудрин позволил бы... Даже его политический вес, его амбиции, его команда, наверное, позволили бы сделать с ним на посту премьера то, что делает Путин с Медведевым. То есть, изначально создавая вот эту... Что делает Путин с Медведевым. Только помните, что этих слов нельзя теперь говорить в эфире. Понятно. Проблема в том, что, как уже, по-моему, неоднократно было говорено, готовясь к сдаче своих президентских полномочий, Путин с 2006 года очень сильно затачивал механизм принятия решений под себя. То есть, переводил вот эти вот свои... Стрелки перевел в правительство. Да. То есть, он воспользовался достаточно большими пробелами в определении функционала правительства. Да, и вот степень влияния. И сосредоточил там... И сосредоточил там свои полномочия. Но вот мы на днях говорили с одним из политологов, он мне говорил о том, что сейчас Путин по этому поводу сильно нервничает, потому что никак не может власть обратно из правительства забрать. Но он смог это сделать административно. Он создал фактически второй вертикаль принятия решений через своих помощников, советников и так далее. И создал вот в бюрократической системе вот такое ощущение неуверенности. Да, ну это же вот эта пресловутая самоцензура. То есть, непонятно, под кого ложиться, грубо говоря. А чьи распоряжения выполнять? Советника Путина или помощника Путина? Или же непосредственно начальника? То есть, функционера, министра, замминистра и так далее. То есть, интуитивно понятно, что вроде как надо работать под замминистра, министра, премьера, вице-премьера и так далее. Но вот где-то вот на спинномозговом уровне. А что власть-то сейчас хочет? Вот объясните мне, пожалуйста. Выстраивает две вертикали. Точнее, что хочет сейчас Путин, скажем так? Он осознает критичность экономической ситуации, критичность политической ситуации. Собирается ли он заниматься новым партстроительством? Или ли он собирается заниматься кто-то другой? Существуют ли, я ненавижу слово элиты, но хорошо, властных элит. А существуют ли у них какие-то общие идеи? Либо это сейчас идет опять борьба бульдогов под ковром. Что происходит вообще сейчас во власти, на ваш взгляд? Ну, у меня очень сильное ощущение, что здесь вопрос просто в том, чтобы сохранить свое влияние власть. Власть как наркотик. У Путина. Да. Аз есмь. То есть, я главный. А остальные? Вот чего сейчас хотят остальные элиты? Там же наверняка конфигурация представляется гораздо менее монолитной, гораздо более сложной, чем она видится снаружи. Ну, безусловно, но если их условно обозначить как окружение Путина, окружение Медведева, понятно, что это разнородные общности и нет внутриединства, есть там свои группы, подгруппы и так далее. Но они борются между собой. Команда Медведева хочет, по большому счету, наверное, правильно хочет тот объем полномочий и влияние, которое по статусу положено. Значит, правильно хочет. А потому что это правительство. И у него есть определенный объем полномочий. А когда члены правительства говорят, а вы знаете, вот у меня есть советник, который и де-факто, в принципе, де-факто, вот он должен вас курировать. Вот это не совсем правильно. Анна, вы знаете, я бы половине этого правительства не то, что министерству не доверил, а не доверил бы гораздо менее серьезные предприятия, предприятия в переносном смысле слова, да? Поэтому, может быть, и хорошо, что курируются из Кремля. Так и набиралась такая команда, которая не сможет, по большому счету, противопоставить серьезных... Она ничем не отличается от предыдущего правительства. В общем-то, если персонали некоторые поменялись, то функционал и уровень полномочий, и уровень понимания, главное, стратегическое мышление отсутствуют как у этих, так и у тех. А патронов забрали в администрацию президента, остались вассалы, словно говоря. Да, может быть, слава богу, что эти патроны тоже не допущены сейчас до реальной власти. Что ни у тех, ни у других власти нет. Ну, почему они не допущены? Они точно так же участвуют в принятии решений. Может быть, они участвуют в принятии политических решений, а вот в принятии экономических решений. И в принятии экономических решений. Давайте посмотрим на экономические решения. Расскажите мне, пожалуйста, что такого было радикального и сделано что теми, что другими. Я имею в виду, что у правительства нет полного объема власти. Вот Путин пришел и сказал, вот у меня есть предвыборная моя программа, будьте любезны ее выполнять. Но эта предвыборная программа, по большому счету, она не несет в себе какую-либо идеологическую компанию. Она несет в себе набор благих пожеланий, которые практически выполнить невозможно, не реформируя систему в целом. Абсолютно. То есть изначально правительство поставлено в ситуацию пойди туда, не знаю куда, принеси туда, не знаю что. То есть вот есть ориентиры, не четко сформулированные, не вписанные в какую-то четкую стратегию, там 20-30-летнюю. Ну, будьте любезны, делайте. Я сказала, делайте. А вот к чему я должен в итоге прийти как президент? То есть когда я буду подводить итоги своего президентства, вот я должен буду сказать, что я сделал это, это, это и это. Это вот не цели, конкретной цели. То есть правительство брошено, вы знаете... Анна, мы говорим об этом каждый день. Нету стратегического мышления, нету власти и у Путина, в том числе, стратегического видения, куда должна двигаться страна, что нужно в ней делать. Заигрались. Есть некий... Есть не... А? Заигрались в аппаратные игры. Вот мы делим власть, а то, как это влияет на экономику, как это влияет на бизнес. И давайте вспомним, извините, я вас перебила тогда. Давайте вспомним, вот с какими лозунгами пришел Медведев. Даже там по поводу известного кошмарения, прекратите кошмарить бизнес. И самое любопытное, что он действительно предлагал целый ряд проектов. У него там были антикоррупционные пакеты, там были пакеты по изменению, внесению изменений в гражданский кодекс и так далее. И, собственно, если я правильно помню, идея там с уполномоченным по правам бизнеса, там худо-бедно ему принадлежит. Но когда вот доходило до принятия этих законов, их либо выхолощивали, либо затягивали принять по времени так. Но если посмотреть вообще на медведевские проекты, то выясняется, что из всех медведевских проектов, какими бы они ни были разумными или наоборот неразумными, все равно ничего не осталось. Вот в этом вот всей проблеме. То есть вот ощущение такое, что действительно вот окончательно утратили связь власти, да, властные элиты. Утратили связь даже не столько с народом. Их уже нет давно. Сколько с реальностью. Сколько с объективной реальностью, даже с экономикой. То есть вот эта игра на опережение, кто будет хозяином, грубо говоря, по стране, ну это доходит до, на мой взгляд, просто уже до абсурда. Ну давайте вспомним там тот же нефтегаз и энергетику, битву между правительством и, соответственно, вице-премьером Дворковичем и Игорем Сечиным, который, по большому счету, так как он ушел из правительства, он стал никем. Но тем не менее, тем не менее, он сосредотачивал, сосредотачивает, и, я думаю, будет сосредотачивать. Если можно так вообще, такой глагол употребить. Ну если про Ленина можно сказать, что жил, жив и будет жить. Сечин сосредотачивал, сосредотачивает и будет сосредотачивать. Гигантский объем влияния. В дефсегазовом секторе особенно, и в аппаратных, да. Поэтому, понимаете, то есть вот, и мы можем посмотреть так по связи. Задвинули металлургию, хотя это одна из достаточно стабильных отраслей, где крупнейшие игроки, с моей точки зрения, получив по рукам хорошенько в 2008 году, выстраивают достаточно неплохую. Ну не то, чтобы систему обороны от кризиса. Что значит, получив по рукам? Они, если получив по рукам, это значит, ручку верни. Я не думаю, что это называется получить по рукам. Я имею в виду, получить по рукам, это когда они набрали активов за рубежом, некоторые из них. А еще и кредитов набрали. Ну вот, да, кое-кто кредитов набрав. Не кое-кто, они практически все были поголовно закредитованы. Если бы не бросились спасать рядового Дерипаску в тот момент, то, в общем-то, я думаю, что... Я имею в виду не Дерипаску, я имею в виду черную металлургию. Ну, можно на всю металлургию посмотреть. Вот, но они вот сейчас уже чувствуют, да, что что-то вот, что действительно вот в металлургии так ситуация колеблется от плохого до средне-неплохого. Они там и контролируют свои расходы, там, и кто-то там занимается реструктуризацией внутренней, там, даже Северсталь наконец-то избавилась там от проблемных зарубежных активов и там своими делами занимается. Но вот по отрасли, по большому счету, вот мы не слышим каких-то знаковых решений по отрасли, допустим, да. Мы везде слышим все время, да, посмотрите же СМИ, там, новости из профильных ведомств. Налоги по нефти, налоги по газу, налоги по нефти, налоги по газу. Ну, а решения такие глобальные, там, по новой индустриализации, по реальной модернизации, по инновациям, большой скачок, такой Мао-Дзэдуновский, Ликваньоневский, какие-нибудь решения будут приниматься или нет? Вот до тех пор, пока властные элиты не поймут, что аппаратные игры, это, ну, то, то, они и везде есть. Но если кроме этих аппаратных игр они ничего не видят больше, то рано или поздно все вот эти крупные лозунги, они... Это не лозунги, да, я даже лозунгов не вижу, там, если про модернизацию, инновации что-то еще говорили, то подумайте о том, какая нам промышленность нужна, где мы можем быть конкурентоспособны, что мы должны сделать на этом участке, что мы должны сделать на том, да, то есть, как бы, как, не к ночи помянутый Ликваньоневский, который пришел и сказал, ребят, давайте делать это, это, это и это. А дальше он это делал сам. Но об этом после выпуска новостей, если не возражаете. Ну, что ж, возвращаемся в студию. Это Игорь Виталя, я общаюсь с Анной Луневой, замгендиректор Центра политической информации. Анна, прошу вас. Мы прервались на том, что есть ли у правительства какое-то понимание. Вы знаете, вот это понимание, по большому счету, оно не приходит вот, что, вот давайте мы, скажем, давайте будем модернизировать экономику. И все сразу поймут, как это надо делать, что надо делать и так далее. Это должна быть согласованная работа не только правительства, да, но и экспертного сообщества. Не так, что вот есть приближенные эксперты, да, и вот мы их давайте спросим там в 25-й раз, чтобы они нам что-то сказали. В свое время, вот в 99-м году, тогда, когда писали под Владимира Путина, Центр стратегических разработок писал экономическую программу, вот тогда достаточно неплохо была организована экспертная процедура для того, чтобы, то есть привлекали достаточно большое количество людей, причем сформированных не по принципу лояльного отношения к власти, а вот действительно там по степени, ну, скажем так, заслуг научных. И, ну, конечно, другое дело, что там в итоге получилось, и что про это потом, к сожалению, забыли. Но сам вот механизм был правильный. Но это вот, ну, я как политолог могу долго здесь вот впадать, наверное, в теорию и теоретизировать это. А в теорию заговора вы можете впасть? Нет, не хочу. Почему? Жутко не хочется, не люблю, честно говоря, конспирологические всякие вот эти теории, потому что тогда совсем жизнь становится страшна. А так вам не страшно? Ну, неприятно, я бы так сказала. Просто вопрос здесь, наверное, в том, что, опять же, у нас политика почему-то сконцентрирована на, скажем так, верхнем уровне. А ведь то же самое партстроительство, это процесс должен идти не сверху вниз. А снизу. А снизу вверх. То есть определенные социальные группы начинают осознавать какие-то свои интересы и там создавать объединение и проталкивать эти интересы. Вот политическая партия, это как некая такая гвинтэссенция от этого политической борьбы, да, то есть инструмент прихода к власти и реализации вот этих самых интересов. И вот эта политическая партия... Но у нас эту поляну вытоптали. Вот. Почему вот этот вопрос, что будет, да, и вот, он какой-то такой, знаете, очень... Тревожный. Тревожный. Потому что вот партия приходит со своей программой. Чем более четко... Потому что избиратель, который будет голосовать за эту партию, по идее, да, вот, ну, немножко поидеализируем, потом вот на следующих выборах должен будет спросить у этой партии. А вот вы там обещали, грубо говоря, там, инновацию, внедрение инноваций, да, модернизацию экономики, там, что у нас ВВП 5,5% будет в год. А у нас, там, ну, условно говоря, ВВП... А, кстати, кто-нибудь посчитал, сколько ВВП-то при Путине выросло? Обещали же, что в два раза вырастет за 10 лет? Ну, нет, там, насколько я понимаю, у нас нет такого потрясающего роста. А, ну, с моей точки зрения, там, нефтегаз все-таки у нас настолько не вытащит. А, как бы, усилиями все-таки, вот, которые правительство и прошлое, к сожалению, нынешнее прилагало у нас, вот, как бы, вот, опять же, на острие атаки у нас именно нефтегаз. Делят там. Тогда остается задать вопрос печальный, да, который я, в принципе, сдаю изо дня в день. А что может стать катализатором такого серьезного социального взрыва? Ведь, во-первых, мы рассчитывали на высокую цену на нефть и на газ. Последние технологические прорывы в этой области показывают, что мы вполне можем провалиться как по нефти, так и по газу. Я уж не говорю о макроэкономических причинах, которые могут, опять, нам устроить вторую волну кризиса, хотя наш уважаемый премьер-министр, не буду его называть так, как он не возражает, утверждал, что у нас больше не будет повторения кризиса 2008-го. Что может двинуть нашу экономику до той степени, что станет плохо тем слоям, которые уже будут выходить не на Болотную и на Сахарова, а выйдут, грубо говоря, на Дворцовую? А это, как бы... Точнее, даже не на Дворцовую, а зимние брать пойдут. Ну да. Это сокращение бюджета, это перестанут поступать... Поступление из нефтегазовой сферы, секвестр бюджета, сокращение социальных расходов. Бюджетников. Первое... Вот это все первым ударит по бюджетникам. И вот здесь уже дальше каждый будет, естественно, принимать свое собственное решение, но, естественно, вот тот социальный протест, который сейчас существует в латентной форме и время от времени выплескивается, да, когда у людей уже просто сил нет терпеть. А чего у них сил-то нет терпеть? Вот мы на днях проговорили тут два часа, два дня подряд, в общем-то, по часу. Я вот не увидел, что у людей нету сил терпеть. У нас был вот с Борисом Кагалийским очень интересный разговор на тему того, кто выходит. Эти люди, которые вполне могут терпеть. И он утверждал, что эти люди просто недовольны понижением своего социального статуса после кризиса 2008 года. Вы знаете, я не имею в виду болотную площадь людей, которые уходят. А где вы видите, чтобы выходили те люди, у которых нету больше сил терпеть? Ну, тот же, например, богословский алюминиевый завод, который собираются закрыть. То есть такие вот проблемы моногородов, о которых давно говорится. О, это моя любимая тема. Я думаю, что это проблема с дорогами. То есть люди, с одной стороны, пытаются взять решение каких-то проблем на себя, потому что не видят какой-либо вообще элементарной заинтересованности власти в решении этих проблем. Или люди, припертые, попавшие в них только патовую ситуацию, которую они без вмешательства государства просто объективно не могут решить. Люди не могут бросить... Но это пока локальный прорыв такой. Вы знаете, простите... А все начинается с малого. Это все начинается с малого. Броненосец Потемкин вспоминаете? Ну, отчасти, наверное. Поэтому я думаю, что вот эти аппаратные игры и зацикленность на них, они к добру не приведут. Я не думаю, что в следующий раз... Как быстро они не приведут к добру? Уже хочется услышать конкретный ответ. Когда они не приведут к добру? Ну, вы знаете, мне, честно говоря, прогнозировать дату революции не хочется. Но я думаю, что если... Я же не буду с вас потом спрашивать. Я не буду говорить, Анна, вы знаете, вот вы тут обещали, революции не случилось. То есть, извините за выражение, отвечайте за базар. Нет, я просто... На ваш взгляд, когда вы ощущаете... Потому что я каждый день этот вопрос задаю, очень интересно самому понять. Потому что я не вижу почвы для такого глобального социального взрыва. Вы знаете, я думаю, что максимум 2-3 года. И вот это... При тех темпах решения проблем, которые есть сейчас, я думаю, что социальный протест будет нарастать. Причем нарастать достаточно так, серьезно. Потому что, ну, вы знаете, доходит до смешного, отъезжая 50 километров от Москвы, и там цивилизация заканчивается. Заканчиваются дороги, заканчиваются... Ну, не везде, кстати. Ну, вот правительственная трасса, она, безусловно, неплохо оборудована. Да не только правительственная трасса, я не знаю. То есть, смотрите, как раз если ехать из Москвы в Питер, то я с вами абсолютно соглашусь. Это позор страны. А там какой-нибудь Владимир, замечательно, Переслава Лизалиевск, ну, Сергеев Посад, да тоже неплохо. Хорошее Ярославское шоссе, цивилизация есть. И все есть. И, в общем, ну, другое дело, что если отойти с людьми в деревнях поговорить, которых уже нету, вдоль трассы Москва-Питер стоят пустые дома. То есть, то, что мы убили фермерство, ну, так а кто теперь обратного хода из ВТО не будет? Ну, вот-вот, а все почему? Вы знаете, вот мне очень это нравится. Я вот больную для себя тему сейчас, как в качестве примера приведу. Это школьная форма. Вот если посмотреть, да, форумы различные, обмены мнениями, все вот упирается, нравится, не нравится. Но ведь вопрос не в том, нравится, не нравится форма, вообще сам факт ведения школьной формы. Каким образом они собираются это сделать? Это вот если вводить форму, то они вводят с первого сентября. То есть, давайте зададимся вопросом. И цель, значит, там вот способствовать развитию российского текстиля, там и так далее. Но давайте мы будем реалистами. Какие фабрики у нас смогут нашить такое дикое количество форм, чтобы охватить всех школьников? Я могу исполнять. Нет, на началку есть, а на 10-11 класса, а на 8-9. Размерный ряд, который попробовать поискать, их очень мало. У нас, вы знаете, на этот вопрос очень легко ответить. У нас легкая промышленность сохранилась только в вполне специальных, специфических отраслях. В военной и связанной с ними, да. То есть, вы военный, госзаказ, да? Да. Вот и пошьют, а что? У нас фабрики есть, мощности есть, руки есть. Но у нас не настолько... Это же не только пошив, это же разработка, и лекал, и затылка тканей. И Юдашкин пошьет. Или Слава Зайцев. Вот вы знаете, после этого, я думаю, что сроки социального протеста передвинулись примерно на три месяца, вот после нашего с вами сегодняшнего разговора. Мы с вами оба прекрасно понимаем, как это делается, да, и зачем это делается. Ну, это понятно, но вот это пример того, как принимается решение. Эти решения принимались еще при Ельцине, при раннем пути, они ничем не отличаются. Все решения, которые принимаются за 25 последних лет, они описываются одной фразой. Нам эта страна не нужна. Нам не нужно, чтобы здесь была промышленность, нам не нужно, чтобы мы делали что-то свое. Вы знаете, у меня в студии регулярно изо дня в день на протяжении последних 10 лет Звучит один и тот же ответ. Ничего, мы купим. Я говорю, ребят, а вот легкая промышленность, я помню, лет 7 назад спрашивал в телеэфире, я говорю, да купим, что мы купить не можем, все равно Китай с Турцией нас уже завалили. Ребят, а где наши тяжелые, а где машиностроения? Купим, мы все купим. Вот они и продали страну, что нынешние либералы, что прошлые, что силовики. Вместе с полимерами. Ответ здесь только один. Населению нужно брать вопрос в свои руки. Объединяться, создавать... Судорожно вспоминаю номер статьи Уголовного кодекса. Нет. Создавать общественное объединение. И вообще-то объяснять властным структурам, что необходимо... Нельзя отрываться от народа. Население всех федеральных округов, соединяйтесь. И объясняйте. Ну вот примерно так. Ну, а я думаю, что когда население начнет уже объяснять... Ненавижу это слово. Ну, когда, в общем, дело перейдет в руки народа, надо уже будет вместе с властью нам отсюда тихо... Ну, опять-таки, это слово в эфире говорить нельзя. Передача подошла к концу. И напомню, что в гостях у меня была Анна Лунева, замгендиректор Центра политической информации. Я Игорь Виттель. И завтра в то же время... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...